Физкульт, привет! Друзья, ученики и просто случайный зритель. Вы знаете, кто давно смотрит мой канал, что я тренируюсь с железом, довольно-таки тяжело, серьезно, уже 30 лет. При этом я являюсь хоккейным вратарем. Играю два раза в неделю в американской хоккейной лиге. И мне очень часто приходят вопросы, как я при такой массе, кто-то пишет мышечной, кто-то жировой, кому как больше нравится, могу сохранять резкость, могу сохранять скорость, как вообще в принципе играю в воротах. Ведь вы знаете, что вратарь это постоянное движение. Нужно перемещаться, нужно кататься на коньках очень хорошо. Потому что основная задача вратаря нужно быть всегда перед шайбой, всегда в нужное время, в нужном месте. Конечно же, это делать тяжело, когда на тебе столько веса тела, плюс хоккейная экипировка, вы не представляете сколько весит. И естественно, ты постоянно находишься как в таком парнике, потому что панцирь, футболка вратарская создает такой парничок. И бывает до 3-4 килограмм водой можно только слить, потерять за одну игру. Естественно, зависит от того, какая команда противостоит твоей команде. Что же я делаю? Самое главное, друзья, что должны запомнить люди, тренирующиеся с отягощением. Неважно, пауэрлифтер, бодибилдер, кроссфитер или еще кто-либо. Мышца, когда тренируется, она сокращается. И если не приводить ее в дотренировочное состояние, со временем она укорачивается. Именно поэтому происходят травмы. Вот та самая крепатура, которую вы чувствуете после тренировки, многие чувствуют несколько дней еще, ее нужно убирать. Сама по себе крепатура, это хорошо, говорит о том, что вы хорошо поработали, дали нагрузку своим мышцам. Но ее нужно убирать. Как это делать? Очень просто. После тренировки нужно порастягивать те мышечные группы, над которыми вы сегодня работали, если вы бодибилдер. Если вы тяжелатлет, кроссфитер, пауэрлифтер, соответственно, вам нужно растягивать все мышечные группы. И каждый вечер, хотите вы того или нет, необходимо растягиваться. 10 минут посвящать растяжке всего тела. Во-первых, вы будете лучше спать, но что самое главное, вы уберегаете себя от травм, сохраняете подвижность, скорость. Не будете таким куском закрепощенным. Это очень и очень важно. Растяжка на первом месте. Я хочу отметить вам, что вышли в свет две мои книги. Отдельно для девушек, отдельно для парней. Серия «Фак фитнес». Вы обязаны изучить эти книги, если вы являетесь персональным тренером, инструктором. Если вы хотите получать грамотные знания о том, как правильно начать тренироваться. Чтобы не навредить тебе. И самое главное, чтобы вы шаг за шагом, ступенька за ступенькой поднимались, улучшая свое здоровье. И я обратил внимание, что когда я нахожусь в бассейне, если там двигаюсь, плаваю, купаюсь, неважно. Естественно, если будете двигаться активно, то это будет еще лучше. То мышцы тоже расслабляются. Мышцы получают хорошую нагрузку. Нет действия силы гравитации такой, как когда мы находимся не в воде. И мышцы получают такую нагрузку, что они тоже растягиваются. Это тоже очень полезно. Если у вас есть возможность, обязательно ходите в бассейн. Но самое главное, друзья, напоминаю, это растяжка. И, естественно, необходимо делать комплексы. Плеометрическую тренировку нужно делать. Другими словами, в свои тренировки нужно включать периодизацию. Ведь только глупые реальные культуристы на своих каналах говорят, что периодизация это термин химический. Да нет, это тупость. Говорит о тупости человека. Периодизация относится не как многие подразумевают к тому, когда ты тренируешься на фармакологии, а когда нет. Нет, друзья, периодизация это смена режимов нагрузки. Это смена режимов на разные типы мышечных волокон. Это позволяет нам с вами снимать, чередовать нагрузку эндокринной нервной системе, центральной нервной системе. Мы получаем только пользу. Мы развиваем силу, мы развиваем массу гипертрофию, мы развиваем массу миофибрил, мы развиваем массу митохондрий, тем самым работая напрямую на выносливость. Кстати, когда мы тренируемся с вами над окислительными мышечными волокнами, на гипертрофию, мы тоже, друзья, с вами косвенно увеличиваем нашу выносливость. И даже когда мы увеличиваем гликолитические мышечные волокна, все равно это косвенно сказывается на выносливости. Вот так, шаг за шагом, используя различные методы, мы с вами и приобретаем хорошую форму, хорошее здоровье, при этом оставаясь довольно-таки подвижными. Партнер сегодняшнего выпуска Animal North Drop. Друзья, это гармошка высокой степени очистки. А вы знаете, что чем выше очистка, тем меньше привыкания, тем меньше вырабатывается антител, тем дольше вы можете с пользой принимать данный препарат. Все ссылки на сайт и другие источники будут в описании к данному ролику. И не забудьте, по промокоду HEAVYMETAL вы получите 10%. Друзья, надеюсь, вам нравятся мои ролики, следите за ними в YouTube. Если хотите не пропускать, то обязательно нажмите на колокольчик по новым правилам YouTube. Если вы этого не сделаете, то YouTube не будет вас предупреждать о выходе новых роликов. А вы знаете, что их у меня очень много выходит, чуть ли не ежедневно. Спасибо, что смотрите. Если у вас есть какие-то конкретные вопросы, пишите их в комментариях. Вы знаете, что на все я отвечаю, на многие, как на этот, снимаю видео-ответы. И, друзья, оставайтесь в форме. Помните, что движение – это жизнь. Ставьте лайк, ставьте дизлайк, пишите в комментариях, что нравится, что не нравится. Я стараюсь прислушиваться. И делитесь моими роликами в своих соцсетях. Это лучшая благодарность от вас каналу. Увидимся, как всегда, в тренажерном зале.